Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы события. Главное за неделю расскажут наши корреспонденты и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сменили форму служебную на футбольную. В Самаре прошел 10-й турнир в СИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений. Для участников ветеранских объединений и организаций в преддверии 9 мая в Самарском окружном доме офицеров прошел праздничный концерт. Слова благодарности ветеранам войны и труженикам выразили глава Самары Елена Лапушкина и председатель городской думы Алексей Дегтев. Также они вручили им благодарственные письма и почетные грамоты. Андрей Горгуленко продолжит. Александр Владимирович Любимов в свои 97 лет уверенно поднимается на сцену, чтобы получить почетную грамоту. Он участвовал в боевых действиях на Карело-Финском фронте, затем на Третьем Украинском. Долгожданный День Победы встречал в небольшом городке около Вены. Ночью, когда через комендатуру узнали, что это самое, конечно, мы никому не дали спать. Палили все в небо, все ракеты и все прочее, сигнальные, все было пущено в воздух. Вот там мы встретили этот День Победы. Награждали на праздничном концерте в окружном доме офицеров не только участников боевых действий, но и тружеников тыла, которые внесли не меньший вклад в победу. Иван Убогов трудился недалеко от станции Обшаровка. Там готовили продукты питания для фронта, а также обслуживали зенитные комплексы. Работали по 12 часов каждый день, понимая, для чего необходим их труд. Руками своими создавали, не ля-ля разводили, а руками. Я тогда еще понимал, Курская область, она решала главный вопрос. Она, во-первых, на путях между Сибирью, Средней Азией и Европой. В то же время Куйбышев выпускал тогда зенитные ракеты и снаряды. Почетные грамоты ветераны войны и труда получили из рук главы Самары Елена Лапушкиной и председателя городской думы Алексея Дегтева. Сколько бы не прошло лет, сколько бы не прошло десятилетий, мы никогда не устанем благодарить вас. Вы показали нам пример мужества, отваги, искренней любви к своему Отечеству. Именно на вашем примере воспитаны те ребята, те бойцы, которые и сейчас отстаивают нерушимость наших границ и защищать наших родных и близких. Я говорю огромное спасибо и фронтовикам, я говорю огромное спасибо и труженикам тыла за то, что имею возможность и честь стоять на этой сцене и кланяться вам в пояс. Я желаю, конечно, вам всем здоровья. Пусть родные и близкие окружают вас заботой и любовью. Также в зале присутствовали участники различных ветеранских сообществ и организаций. Для всех гостей были подготовлены выступления с военными песнями и мелодиями тех лет. Идет война народная, священная война. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С наступающим Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны поздравили и юнормейцы. Вместе с учащимися 64-й школой слова благодарности выразил глава железнодорожного района города Вадим Тюнин. Подробности в сюжете Михаила Ермоленко. Вот так маршируя ровным строем из песни юнормейцы 64-й школы поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. В железнодорожном районе Самары их осталось всего 12 человек. Переоценить вклад этих людей в победу невозможно, говорят юнормейцы. Поэтому для них честь отблагодарить тех, кто стал героем при жизни. Поздравляем вас с наступающим праздником Великой Победы. И желаем вам крепкого здоровья и долгих лет жизни. Спасибо за победу и мирное небо над головой. Памятные подарки от администрации города и губернатора Дмитрия Азарова ветеранам вручил глава железнодорожного района Вадим Тюнин. Это люди, подвиг которых на самом деле переоценить невозможно. Люди, которые нам подарили мирное небо над головой. И в общем-то, за что им огромное спасибо и низкий поклон. Помимо торжественного поздравления ветеранов Великой Отечественной войны на территории парка Щерса, в железнодорожном районе также планируется праздник, посвященный 9 мая. Михаил Ермоленко, Николай Епифанов. События. К яркому весеннему солнцу и долгожданному сезону. В понедельник, 2 мая в Самаре стартовали дачные перевозки. Для того, чтобы доставить жителей города на загородные участки, на всех запланированных маршрутах задействовали до 52 единиц транспорта – автобусов среднего и большого класса. Тему продолжит Ольга Павлова. На старт, внимание, первый автобус с пассажирами уезжает в поселок Водники. Здесь, на улице Георгия Димитрова, разворотная площадка и один из крупных пунктов отправления. Дачный транспорт разъезжается почти по трети из заявленных маршрутов. Евгения Горбатова везет заботливо заготовленную рассаду, ремонтантную малину и жимолость. По даче очень соскучилась, отмечает жительница Самары, и радуется весеннему солнцу и возможности без трудностей выехать на садово-дачный участок. Свежий воздух, потому что проскованность. Мне очень нравится. Глаз радует распускающаяся природа. Все уже цветет. Гиацинты, нарциссы, тюльпаны. Приезжаешь, там красотища. На всех запланированных дачных маршрутах задействовали 52 единицы транспорта, автобусов среднего и большого класса вместимости. Как и в прошлом году, перевозки организованы по 29 маршрутам. Автобусы отправляются с улицы Георгия Димитрова, от завода «Металлург», из поселка Управленческий, от Дома Печати, площади имени Кирова, а также с Хлебной площади от автостанции «Аврора», пригородного автовокзала и проспекта Ленина. Новшество для маршрута номер 165. Автобусы до Страмиловских дач уходят с Хлебной площади, но остановка на улице Бакинской сохраняется в качестве промежуточной. Уехать на дачи с мая по сентябрь можно по средам, пятницам, субботам и воскресеньям, а также по праздничным дням. По вторникам и четвергам к дачным массивам следуют автобусы номер 170, а в октябре перевозки будут организованы только выходные. В текущем году стоимость проезда не изменилась и осталась прежней на уровне 2020 года. Действуют у нас электронные садово-дачные транспортные карты, по которым также стоимость проезда значительно ниже затрат, которые несет перевозчик. У нас применяются льготы для школьников, точно так же, как и раньше на сегодняшний день. Это 16 рублей 60 копеек одна поездка. Таким образом, стоимость льготного проезда в дачных автобусах для учащихся школ, гимназий и других общеобразовательных учреждений при предъявлении справки равна стоимости льготного проезда по бесконтактной пластиковой карте школьника. Для лиц, имеющих право на получение социальной карты жителей Самарской области, действует садово-дачная транспортная карта. Единый оператор электронного проездного объединенная транспортная карта рекомендует пассажирам перед поездками проверить баланс садово-дачных карт и при необходимости пополнить. Срок активации транспортной карты равен одному году с момента совершения последней операции пополнения. Можно пополнить через приложение, мобильное приложение объединенной транспортной карты. В пунктах пополнения это офисы единого оператора на почте. Либо онлайн через приложение банка. Офисы единого оператора на улице Мариса Тореза 67А и Фрунзе 70 будут работать с 4 по 6 мая с 9 утра до 6 вечера с перерывом на санобработку с 13 до 14 часов, а 7 мая с 10 утра до часу дня без перерыва. Самарцам в очередной раз напоминают, что в связи с эпидобстановкой в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим. Пассажиры без масок в салон автобуса допущены не будут и билеты им не продадут. Уже при входе в транспорт организован контроль за соблюдением всех требований регионального Роспотребнадзора. Во время рейсов также следят за социальным дистанцированием. По вопросам, касающимся дачных перевозок, жители могут обращаться по телефону 207-70-11. Также работает горячая линия по вопросам использования транспортных карт. Ольга Павло, Василий Калдашов, События. Как сделать территорию в своем районе чище, уютнее и красивее при помощи одного клика в интернете? Глава Самары Елена Лапушкина встретилась со старшеклассниками Самарской школы номер 3 и рассказала о федеральном проекте формирования комфортной городской среды, благодаря которому новую жизнь обрели Сквер Фадеева, Аврора, Речников, Крымская площадь и многие другие городские локации. Глава города напомнила школьникам, что принять участие в голосовании за топ-20 общественных пространств можно с 14 лет. Любое пространство, которое мы благоустраиваем, мы его выводим на так называемое рейтинговое голосование. Что это такое? Все вы знаете наш город. Какие-то пространства вам нравятся, какие-то не нравятся, но эти пространства для вас очень важны, вы хотите их привести в другой внешний вид, вы хотите поучаствовать, чтобы именно эта территория была благоустроена. После того, как у нас отбирается топ-20, вот эти 20 территорий выносятся уже на рейтинговое голосование. В зависимости от того, какая территория займет призовые места, именно эти территории и будут благоустраиваться в следующем году. Ознакомиться с пространствами, которые претендуют на благоустройство в 2023 году и условиями голосования, можно на сайте 63.городсреда.ру. Для участия в голосовании необходимо пройти авторизацию на платформе госуслуги.решаемвместе. Для роста и развития представители бизнес-сообщества высадили каштановую аллею на территории стадиона Самар-Арена ко Всероссийскому дню предпринимательства, который празднует 26 мая. Такая экологическая акция проходит в Самаре впервые. Подробнее в нашем материале. Каштаны прекрасны в цвету, а еще это символ богатства и процветания. Именно их выбрали самарские предприниматели, чтобы внести свой символический вклад в благоустройство города. Место для аллей выбрано знаковое для каждого самарца – стадион Самара-Арена. Мы знаем хорошо историю купечества Самары и знаем, что Самара славилась своей благотворительностью и меценатством. И мы хотим тоже оставить на века будущим поколениям эту прекрасную аллею каштанов для того, чтобы они видели, что предприниматели продолжают традиции меценатства. Администрация Самары инициативу поддержала, ведь аллея украсит город, а развитию и популяризации предпринимательства придается особое значение. У нас существует программа поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Денежные средства в данном направлении с каждым годом увеличиваются. Там присутствует и грантовая поддержка, и многое-многое другое. В прошлом году 41-му субъекту малого и среднего предпринимательства возместили затраты, связанные с уплатой процентов по кредитам. На общую сумму – 11 миллионов рублей. Экологическая акция – пример сотрудничества бизнес-сообщества и городских властей. Мы высаживаем аллею предпринимательства. Это такой символ для всех предпринимателей, для всех людей дела. Показать, что мы не только люди, которые создают бизнесы, но мы еще и готовы делать такой символичный вклад в благоустройство нашего родного города. Поэтому для меня, конечно, это важно. Я не мог оказаться в стороне. Администрация городского округа Самара продолжит поддерживать инициативы, которые направлены на популяризацию и развитие малого и среднего предпринимательства в столице региона. Ольга Павлова, Юлий Василькин, Василий Колдашов. События. Своевременно узнавать о своих задолженностях и штрафах стало проще. Теперь информацию о налоговой просрочке можно получить при помощи СМС-оповещений и электронной почты при условии письменного согласия граждан на рассылку. Как подключить услугу, узнали наши корреспонденты. Альбина Довыденко решила воспользоваться подпиской на СМС-уведомления от налоговой службы для того, чтобы своевременно узнавать о своих задолженностях. Для этого она оформила письменное согласие на рассылку. Теперь инспекторы будут информировать жительницу Самары о возможных долгах на численных процентах и штрафах. Информация отправляется пользователям один раз в квартал. Подключение к СМС и e-mail уведомлением бесплатное. Это очень удобно, потому что мы не часто в личный кабинет, не каждый день смотрим, а это придет либо на телефон, на электронную почту. Я знаю, что все здесь сотрудники работают очень оперативно, очень по-доброму, все расскажут, объяснят, перенаправят, если надо, к другим сотрудникам. Удобство сервиса очевидно, отмечают те, кто уже успел воспользоваться услугой. Благодаря подписке на уведомления налогоплательщик сможет избежать блокировки счетов и получит возможность оплатить за должность или предоставить Федеральную налоговую службу доказательства об отсутствии долговых обязательств. Нередко срабатывает человеческий фактор и счета выставляют ошибочно. Все мы с вами владеем автомобильным транспортом, квартирами, дачами, гаражами, земельными участками. Несмотря на то, что срок уплаты налога у нас единый 1 декабря и каждый год мы эти налоги платим, иногда бывает, что налогоплательщики просто забывают. Если у налогоплательщика нет личного кабинета и он не следит постоянно за состоянием своих налоговых обязательств, то налоговый орган для этого направляет информацию, если вдруг у налогоплательщика появляется какая-то задолженность. Также появится возможность выиграть дополнительное время, чтобы решить спорную ситуацию. Если оперативно отреагировать на требования, то налогоплательщику предоставят статус, полученный в электронном виде. Это означает, что у юридического лица или индивидуального предпринимателя будет 20 дней вместо 8 на исполнение налогового требования, а у физического лица не менее 30 дней. Своевременное погашение долга поможет избежать штрафных санкций. Ольга Павлова, Елена Чернявская, Сергей Баскин. События. Настоящий человек дела. В Самаре открыли памятник герою социалистического труда, почетному гражданину Самарской области и города Самары, Елене Васильевне Шпаковой. Монумент установлен у шоколадной фабрики, которую Елена Васильевна открыла в городе и долгое время возглавляла, прославив самарский шоколад на весь мир. С торжественной церемонией, в которой приняли участие губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, а также почетные граждане города и ветераны предприятия, репортаж нашей съемочной группы. То, что Самара славится своей шоколадной фабрикой, во многом заслуга Елены Васильевны Шпаковой. В 1957 году она возглавила предприятие и за короткое время сделала это производство одним из ведущих в стране. Благодаря чему именно Куйбышев был выбран в качестве места для размещения крупнейшего в то время в СССР шоколадного производства. Поэтому не случайно именно здесь, возле фабрики и именно 1 мая, в День труда, установили памятник почетному гражданину города и области. Я очень рад, что трудовой коллектив фабрики помнит и чтит имя Елены Васильевны, создателя фабрики и, конечно же, сохраняет традиции. Спасибо ветеранам, спасибо труженикам фабрики сегодняшнего дня. За успехи в работе Елена Васильевна Шпакова была удостоена высокого звания Героя социалистического труда. Также она была награждена двумя орденами Ленина Орденом Дружбы Народов, медалью «Ветеран труда». И сегодня мы собрались здесь, чтобы еще раз в День весны труда вспомнить добрым словом и, конечно, отдать дань уважения Елене Васильевне Шпаковой. Конечно, памятник Елене Васильевне должен находиться и здесь, около проходной нашей легендарной шоколадки, которую она по факту и создала. Как отмечают ее коллеги, директором Елена Васильевна была принципиальным и требовательным, но справедливым. И всегда заботилась о своих подчиненных, решала их вопросы и спорные ситуации. Большое внимание руководство предприятия уделяло социально-бытовым вопросам и культуре производства, а также экологической обстановке. Все это позволяло фабрике за свою ударную работу неоднократно получать знамена от руководства Куйбышевской области, профильного министерства и правительства СССР. И то, что у нее образование и профессия сошлись воедино, это, конечно, большой-большой такой вообще вот результат дал. Именно то, что она собрала и великолепную команду молодости нашей. Вот что у нас продукция вообще вырабатывалась такая, что мы гремели не только в Советском Союзе, но и по всему миру. В выборе места памятника его создания и установки большую роль сыграл клуб почетных граждан Самарской области. Теперь Елена Васильевна или мама, как ее любя называли работники фабрики, будет встречать приходящих на работу сотрудников и провожать их домой. Светлана Кудрявцева, Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. А в копилке телеканала «Самара Гиса» очередной трофей фильм «Елена Прекрасная» автора и ведущей программы «Обернитесь» Инессы Панченко завоевал награду на благотворительном кинофестивале «Шередарь». В этом году он прошел во Владимирской области на базе детского реабилитационного центра с одноименным названием. О том, как далась победа и почему членов жюри растрогала современная история о Елене Прекрасной, узнала Ольга Павлова. Теперь она уже верит и ничуть не сомневается в том, что награда достойная и по-настоящему заслуженная. Инессу Панченко аплодисментами встречают коллеги. А еще несколько дней назад победа в конкурсе казалась нереальной. Ведь на телеканале «Самара Гис» работают недокументалисты, делится ведущая программа «Обернитесь». Но когда объявили победителя, возникло ощущение непередаваемого счастья, похожее на то, которое приходилось испытывать в детстве. Когда ты достигаешь какого-то уровня в профессионализме, мне кажется, каждому человеку хочется уже большего. И я вообще мечтала о документалистике давно. И такое счастье, что мне руководство телеканала дает возможность это делать. Несмотря на то, что мы, в общем-то, не киношники, а телевизионщики. Ну вот, решение было принято. А, собственно, почему нет? Мы же можем, нам надо было себя показать. В этом году кинофорум «Шаридарь» прошел уже в шестой раз. На участие в конкурсе поступило 175 заявок из 37 регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Их количество организаторов называют рекордным. Работу оценивали по семи номинациям. Среди них «Спешите делать добро», «Включение», «Подвижники», «Телевизионный сюжет», «Репортаж на социальную и благотворительную тему» и другие. Героиня программы «Елена Прекрасная» свела с ума всех. И коллег, и жюри фестиваля. Это действительно уникальный человек, женщина, которая много лет была в зависимости от алкоголя, которая признается, что, в общем, она считала, что все, уже дни ее сочтены. Тем не менее, она это преодолела. И сейчас она не просто помогает людям, а она помогает тем, кому не помогает никто. Для тех, кому не помогает никто, Елена приносит одежду, обувь, продукты, все самое необходимое. Люди разные, отмечают героиня. Одного обманули, оставили без квартиры, от второго из-за инвалидности отказались родственники. Другой и вовсе оказался на улице по причине алкогольной зависимости и потерял все. И кому как не ей знать, каково это. То сердце схватит так, что просто не встать, не сесть, в глазах темнеет, то эти бессонницы, эти страхи, эти панические атаки, эти состояния, ну все уже. Я ходила, у меня постоянно мысль в голове, вот как дятел. Я так больше не могу, я так больше не могу, я так больше не могу. Я тогда молитву произнесла. Я молитву особо не знаю, я просто сказала, господи, помоги мне или забери меня. Я так больше не могу. Плакать хочется. Сегодня она поет, она стрижет, она ездит в дома престарелых. Делает все для того, чтобы эти люди чувствовали себя нужными. И они проникаются. Ровно так же, как члены жюри кинофорума «Шеридарь», который прошел во Владимирской области, в одноименном реабилитационном центре, где ставят на ноги детей после тяжелых, в том числе онкологических заболеваний. Сама героиня, она, конечно, замечательный человек. И, в общем, тем больше таких людей в жизни, тем лучше и краше жизнь. И то, что она и не унывает, и то, что, так сказать, вообще все, что происходит вокруг нее, вот это вот самое главное, что, так сказать, всем членам жюри это все, так сказать, было очень симпатично. У нас очень большие сложности были в выборе победителей в этих номинациях, потому что работы настолько, они настолько стали профессиональными и с кемографической точки зрения, и в смысле выполнения, и в соответствии задач служения идеи благотворительности, что у нас действительно были и жаркие споры, и растерянность, и желание поощрить. Поощрить абсолютно всех за яркие и по-настоящему талантливые работы, отмечают организаторы, к сожалению, не удалось в силу обстоятельств. Но те, что остались в сердце, завоевали свои заслуженные награды. Теперь и в копилке телеканала «Самара ГИС» свой достойный внимания трофей. И победа эта не последняя, ведь проект «Обернитесь» только начинает свой путь, как и многие другие заслуживающие внимания проекты и истории, созданные дружным коллективом телеканала «Самара ГИС». Ольга Павлова, События. Последние звонки в Самарской области пройдут 24 мая во второй половине дня. Об этом рассказал глава регионального Миноборнауки Виктор Акопьян. По его словам, день для проведения последних звонков выбран для того, чтобы выпускники успели психологически подготовиться к ЕГЭ после праздника. Первые экзамены пройдут уже 26 мая, и у детей будут сутки на отдых. Не случайно выбранное время. Старт торжеств назначили на вторую половину дня, так как утром 24 мая в регионе пройдет сдача УГЭ. Сменили форму служебную на футбольную. В Самаре прошел 10-й турнир ВСИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений. В соревновании приняли участие 8 команд. Самарский юридический институт ВСИН России во второй раз принимал чемпионат. Подробности в нашем сюжете. Команда из Владимирского юридического института ВСИН России – постоянный участник футбольного турнира среди коллег. В этом году им не удалось побороться за золотые медали. Как признаются игроки, немного не хватило сыгранности из-за малого количества матчей. Чтобы решить эту проблему, к следующему турниру команда планирует заявиться в городской турнир, чтобы получить необходимый опыт. Да, скорее всего, не удалось более в сыгранности. В плане подготовки, наверное, еще нужно будет добавить в некоторых аспектах. Но основная проблема – это сыгранность. Сейчас, на следующий год, думаю, будем решать вопрос, чтобы играть как раз в такие лиги. Всего в 10-м юбилейном чемпионате ВСИН России по мини-футболу среди курсантов высших учебных заведений участвовали 8 команд. Самарский юридический институт ВСИН России во второй раз принимал внутренний турнир. К организации соревнований подошли ответственно. Для всех команд были организованы проживания, передвижения по городу и обзорные экскурсии. Все матчи в прямом эфире транслировали в социальных сетях. Многие люди уже много лет играют в футбол, отдают свое время этому виду спорта. И помимо служебных обязанностей, как вы правильно заметили, они имеют возможность свой досуг полноценно, ярко проводить, общаться друг с другом. Команда Самарского института подтвердила мудрость о том, что дома и стены помогают. Курсанты завоевали золотые медали домашнего турнира. В финале самарцы обыграли представителей Рязанской академии. Третье место заняла команда Вологодского института права и экономики в СИН России. Максим Магомедов, Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Продолжайте читать наши новости на официальном сайте Самары ГИС, на страничках в Одноклассниках и во Вконтакте. А выпуски новостей смотрите на платформе Рутюб. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова